В эти дни в стране принимаются все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции и сдержания угрозы. Ведь вирус не щадит ни молодых, ни пожилых. Наша съемочная группа в очередной раз побывала в первой зангиотинской специализированной многопрофильной больнице инфекционных заболеваний. Репортаж об актуальной ситуации в которой, быть может, станет для кого-то решающим аргументом в пользу вакцинации. Сегодня день рождения Икром Джона. Ему исполнилось 4 года. И, к большому сожалению, в этот особенный день ему приходится бороться за жизнь. Он подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Вот уже две недели, как он и медперсоналы этой клиники пытаются противостоять коронавирусу. А эта трехлетняя девочка еще сама не понимает, что произошло. Она никак не может привыкнуть к аппарату искусственного дыхания. Мама, я еду, мне холодно. Состояние четырех детей в нашем отделении реанимации крайне тяжелое. Заболевания протекают тяжелее у детей с врожденными или хроническими заболеваниями. Поэтому нам нужно как можно больше заботиться друг о друге. Ведь детей и пожилых людей заражают их же близкие. Вакцинация должна быть для всех обязательной задачей. Первая Зангиотинская специализированная многопрофильная больница инфекционных заболеваний. Желание еще раз увидеть детей, родителей, близких. Желание дышать чистым воздухом. Врачи, стоявшие лицом к лицу со смертью. Страдания людей, место, ставшее свидетелем их боли. Центр борьбы с коронавирусом. Мы следим за состоянием пациентов 24 часа в сутки. Например, у больного, подключенного к кислороду, снижается сатурация, даже когда он поворачивается в другую сторону. Нам дорога каждая секунда. Для этих пациентов все ограничено. Как только вы снимаете кислородную маску, они перестают дышать. Сложно представить их страдания. Аппараты ИВЛ, дозаторы, инфузоматы, кардиомониторы, анализаторы КШС, функциональные кровати, система ламинарного потока. От этих оборудований так или иначе зависит жизнь каждого пациента. Я никуда не ходила. Соблюдала все правила карантина. Сама не знаю, как могла заразиться инфекцией. Моё состояние было очень плохим. Мне и в голову не приходило, что я могу заразиться коронавирусом. Ведь врачи не говорят зря. Соблюдайте правила карантина. Теперь они борются за наши жизни. Я очень благодарна им. Здесь мы вчера отметили мой день рождения вместе с медперсоналом. Мне исполнилось 49 лет. Сейчас я в хорошем состоянии. Нахожусь здесь уже почти месяц. Говорят, что выпишут через неделю. Спасибо врачам, которые боролись за мою жизнь. Я называю врачей ангелами. Не отходят от нас ни днём, ни ночью. Они стараются помочь нам, чем могут. Я был на грани смерти, но врачи вернули мне жизнь. Берегите своих близких. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!